Через меня проходит большое количество людей, командированные, прикомандированные. И в свете данных, будем говорить, происходящих вещей обсуждают все. И поэтому делятся. Кто-то за коммунистов. Вот есть, ну это старое поколение, там дедушки такие, которые там, вот, пенсию обещал, там не забрал, там 65, я тут еще должен 5 лет, типа горбатиться, лежать под этой машиной, крутить гайки. Ну, то есть механики есть у меня такие. Вот. Эти говорят, а я только за коммунистов, я только за коммунистов. А вы за кого? А вы за кого? Я за Путина. А путинская политика, в чем она заключается? Какой-то вектор политики? В тем, что, вы знаете, страна другая, действительно другая. По сравнению с чем? По сравнению с 90-ми и с начала 2000-х. Потому что в 90-х я такое пережил. Ну вот, честно скажу вам, выезжаем мы на линию, нас бандиты останавливают, мордой в снег раз, и говорят, типа, нам вот машина нужна. А с вами мы сейчас будем решать, убьем мы вас или отпустим. А вам не кажется, что процессы, которые происходили... В сельцинские времена, свобода, гласность и, как это, демократия, во все дыры, во все щели, только так накушались, что извините меня, нахер это надо. Я понял, просто хочу, вы не связываете 90-е, начало 2000-х, по большей части с развалом Советского Союза, вот этого огромного формирования, после чего, понятное дело, на территории России начнутся соответствующие процессы. То есть, как бы, если бы, сейчас, секунду, я договорю, то есть, если бы был Путин, то этих бы процессов не было, правильно? Ну, Путин, эти процессы все, будем говорить, стал купировать и стал собирать страну, и стал, будем говорить, жестко, через МВД, ФСБ наводить порядок, потому что их стали, потому что такие элементы у нас стали проявляться, их отстреливать стали, по-настоящему, по-натуральному, то есть, стали наводить порядок. Тем более, страна воевала, у нас же было две компании чеченские, поэтому, то есть, страна прошла через, будем говорить, грань развала, потому что Чечена могли развалить, будем говорить, Северный Кавказ оторвать, потом дальше, как цепная реакция, могло начаться процесс Масуманского мира, то есть, там, Дагестан могли оторвать, у них же был поход на Дагестан. Вот, смотрите, они Чечню первую победили, как бы, там, они кричат, что они победили, там, какой год, 95-96, вот, их же никто не трогал, они же кричали, что они там всех русских поимели, что всех они там нас выгнали, вот, их никто не трогал. Какого херня они полезли на Москву, они же в Москве стали взрывать дома, потом кричат, это Путин взрывал, вот, да-да-да, все, вот этот писк, а потом поперли на Дагестан. Скажите, зачем они пошли на Дагестан? Вот ваше мнение. Ну, мое мнение отталкивается от того, что Эчкерия хотела быть независимой, и Россия... Она была независимой, у нее был президент, даже свой выбран, у них был президент, я вспоминаю, Масхадов выбран. Сейчас я договорю, и Россия признала эту независимость, зачем тогда, спрашивается, взрывать Москву, зачем устраивать провокации? Вам не кажется, что... Турористический акт, вам не кажется, что это... Ну, подождите, как взрывать в Москве, это, это лак, сколько лет-то прошло? Подождите, и Путин не у власти? Российская... Путин, Путин не у власти, вы не слышите меня, Путин не у власти. Вы же сами сказали, что... Когда начались взрывы в Москве, и когда пошел поход в Чечении на Дагестан, вы в курсе? Вы же сами сказали, что у вас Путин наладил систему, вот эту ФСБ, МВД и всего остального. Так это в каких годах? Каких годах? Исходя из этого, ну, система-то никуда не делает. Исходя из этого, даже если... Подождите, она... Система-то не делась, но она управляема, или она не работала, или она, будем говорить, саботировала это все. То есть вы сейчас на полном серьезе мне пытаетесь доказать, что когда Путин уходил от власти на какой-то период, чисто формально, то есть вместо него выбирали Медведева, да, какого-нибудь, то это значит весь аппарат государственный, он переставал работать так, как работал раньше? Нет. Он продолжал по инерции работать, но у Путина уже вот эти за 8 лет первых, 8-летки, уже была налажена вот эта система, и закончились вот эти войны чеченские. По факту, да, Чечня закончилась, и в Чечне, могу больше сказать, в Чечне же референдум прошел. Если вы такой молодой компьютерный в очках, вы же кнопки-то нажать можете на компьютере? Молодой компьютерный. Это где вы такие выражения берете? Мне просто интересно. Вы знаете, что был референдум в Чечне? Какой референдум? Ну, о том, что быть независимой или быть в составе Российской Федерации. Вы знаете об этом? Ага. А итоги референдума какие? Чечены вдруг захотели остаться в составе Российской Федерации. Удивительно. При этом все они там были против или все были обозлены. Ага. Но при этом решили остаться в составе Российской Федерации. Ну, а что может сама Чечня, вот скажите? Ну, да. Это инфантильная позиция, что может сама Чечня. Скажите, вы или с большим, сильным, будем говорить, союзником, или вот сами по себе маленькие и такой... Ну, вот, я же говорю, это инфантильная позиция, потому что... Потому что вы по факту, вы зависите от всех государств, вы со всеми должны были налаживать связи. И самое важное, у них есть, да, нефтеперерабатывающий завод. Но все нефтепроводы, которые идут с Баку и идут с Азербайджана, вот они проходили через этот Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод, трубы-то можно было, как говорится, развернуть. А Россия не зависит от других государств. От чего? От каких? Например? Например, Китай, Северная Корея. Не зависит. Как мы от Китая зависим, скажите? Я же не знаю, вы же зачем-то закупали у Китая бронежилеты, потому что вы закупали оружие, по-моему. Вы с Северной Кореей закупаете снаряды? Молодой человек, эти товарообмены, товарообмены, вот Китай от нас критически зависит, например, по лесу, по Байкалу воду выкачивает, что они там еще берут от нас. Газ, нефть берут, уголь берут. И что? Это, вы знаете, это просто обычный товарообмен. То, что нам не хватает, мы берем у них. Какая вам разница? Ну, так это и называется зависимость, если вам что-то у них хватает. Какая-то зависимость, подождите, это независимость. То же самое, мы можем отказаться от этих покупок, этих бронежилетов. А, и вам будет просто так. Просто единственный, лак, лак по времени. Вы понимаете, бизнес и развитие производства, то есть надо построить предприятие. Надо туда завести оборудование. Надо туда пригнать рабочую силу, кавалитинсированную лучше всего. И чтобы она начала производство. Цикл вот этого всего, от фундамента до запуска и продукции, ну это где-то полтора-два года. Правильно? Я не знаю цикл. Я в этой сфере никогда не... Ну, приблизительно. Грубо, приблизительно. С учетом наших северных территорий, то есть коммуникации, дороги, свет, отопление, вентиляция, логистика, железная дорога, там если большой объем. Ну да, я понял, это все долго делается. То есть это год-полтора, максимум два. Тогда это на через два года вы получите свой это. Или летит самолет, прилетает в этот самолет, загружает там это и через банковские реквизиты, через банковские платежные документы проходит оборот денег. И вы экономите эти два года. Я понял, то же самое вам говорю. Вот смотрите, независимая Чечня берет, начинает налаживать свое производство, строит заводы. Это занимает там десятилетия, да? Или появляется Россия... Десятилетия, десятилетия. Или появляется Россия... При этом Чечня, вот смотрите. Я говорю, я говорю. Или появляется Россия, которая военным путем захватывает, берет в котел Грозный. И после этого подписываются уже какие угодно референдумы, какие угодно договора. И вдруг оказывается, что люди, которые воевали против российской армии, вдруг резко захотели стать частью России. Ну, как бы, а вы думаете? Там, знаете, там переходы были. Вот как показывали средства массовой информации. Приходили, складывали оружие, говорили, все, воевать больше не будем, переходим на сторону российской армии. Даже такое было. А я видел недавно. Вы не верите мне это? Вы не верите в это? Во что? Ну, то, что такое было. Может, и было. То есть, вы не верите в это? Я же говорю, может, и было. Но, может, это вы знаете, подвергайте сомнению. А я вам говорю, что такое... Не подвергаю сомнению. Просто не знаю. Может, и было. Здесь суть вопроса не в этом. Я уверен, есть случаи, когда и в текущей войне люди с украинской стороны, какие-то солдаты вооруженных сил Украины сдавали, сдавали оружие, говорили, мы больше не будем воевать. И переходили или на российскую сторону, или сдавали с плен добровольно. Такое тоже бывает. Это не отражает общего настроения. Не отражает абсолютно ничего. Это всего лишь работает на российскую пропаганду. Вы, как ярый потребитель российской пропаганды, не хотите смотреть фактом в лицо. Вы хотите видеть, что кто-то сдался, кто-то там сказал, а вот там какая-то бабушка кинула. Ну, вы же понимаете. Это смешно, честно. Ну, скажите, факт первой войны был и окончание ее. Хасальютерские соглашения, вы в курсе? Ну, в курсе. Так, Россия уж признала независимость. Так, дальше. Почему Чечня пошла в наступлении на Дагестан и на Карачаеву-Черкечию? Понятненько. А почему Чечня взрывала в Москве, устраивала террористические акты? Наверное, хотела чего-то добиться большего. Три года ее не трогали. Три года не трогали ее. Ну, то есть, я правильно вас понял, что Чечню не трогали три года, и она решила взять и, короче, побомбить Москву. Ну, вы знаете, вот Басаев пошел, например, на Дагестан. Там у него был поход на какие-то там... Ладно, хорошо, давайте вот, знаете, какую тему обсудим? Ну, это, как он сказал, должен быть массу-мальский мид от моря до моря. Ну, понятно. Это вот Басаев выступил, и уже по телевизору показывали. Ну, понятно. Хорошо. Такой вопросик. У меня, смотрите, вы, когда рассказывали, вы говорили за времена Ельцина, и вы сказали, вы демократии наелись. Мне вот интересно, что вы вкладываете в это. Что значит, вы наелись демократии? На эти слова я вкладываю полный беспредел. То есть, по-вашему, демократия – это полный беспредел? Это полный беспредел, и это анархия, да. Демократия, анархия – это разные понятия. Я знаю, что анархия – мать порядка, или анархия – это без... Нет, я вам говорю, что анархия и демократия – это просто разные понятия. года но по факту этот выбор народа сыграл против народа по факту пришли вот эти либералы-демократы которые грабили страну и уничтожали страну по факту и была вольница такая что ужас был полный ужас то есть я правильно вас понял что лучшее самого народа что делать народу знает путин ну грубо говоря но даже исторически если вы проанализировать если вы учились высших учебных заведениях вот например петр первый который у нам столицу перенес санкт-петербург и который сделал окно европу экономические связи укрепился европой сколько лет управлял петр первый вы в курсе когда-то мы в 1721 всероссийская империя началась до этого он еще правил в 17 веке не помню с какого года честно не помню наверное много без понятия надо смотреть на чего ж ты жалко жалко шум заключил расти здравствуйте о чем общаетесь ну так теперь с украинцем конечно сложно хотя можно понять чем сложность заключается заключается как заключается что данный момент они думали что я не знаю украинец ну да да откуда будете из киева из киева я и санкт-петербург и с вами общаюсь сам с узбекистана я обычный мигрант как-то так с каком-то образом понимаю получается да слушаю вас хотите что-то говорит говорили вы просто сказали украинцы думают что россияне на них напали соответственно по вашему мнению то что россияне напали на украинцев это является какой-то субъективной оценкой украинцев на происходящее событие давняя появляется как бы резонный вопрос а какие факты то есть если вы говорите что нападение россияна украинцев это субъективная какая-то оценка украинцев какие же тогда факт подождите получается что я ну смотрите наверно таких так думает все ну не все но наши или не наши ноги русские не русские но на самом деле это не было необходимо вот на самом деле потому что путина так скажем да которые для вас это путин это как самом деле современную гителю так скажем так у него не был и какого других скажем так что варианты кроме как что не напасть а чтобы утиху по русски у меня никак понимаете вот поэтому я считаю что он он делал не говорю что правильно но он поступал так как надо я думаю так понимаете да но это неправильно что неправильно что кого-то нападать вот это все ну конце концов у него не был выбору понимаете других вариантов у него не было я считаю так был вариант нет как сказать не нападать пары не нападать хорошо и что терпеть что терпеть ну я не знаю что бы не напал то неизвестно даже чтобы пришлось путину терпеть она ничего не пришлось бы терпеть ужас я бы продолжил диалог но очень сложно слушать человека не володяя российской мовы а в яку из альтернативы я не знаю он же навряд что знаю украинскую английскую я не знаю на таком уровне чтобы спелкувать короче